Друзья, всем привет! По ситуации в Курской области, ВСРФ разгромили отряд иностранных наемников, которые на шести бронемашинах при поддержке танка пытались прорвать оборону армии России. При граничии противников встретились силы группы Север, уничтожив танк и три ББМ с применением ланцета. Также нейтрализовано более 20 атакующих. Остальные разбежались по лесному массиву. Идет зачистка. Грады ВСРФ не дают подойти под Суджу резервом ВСУ. ВСУ же не оставляют попыток продвинуть свои резервы в Курскую область. Но беспрепятственно перемещаться у них не получается. Артиллерийские расчеты русской армии выявляют и нейтрализуют технику и живую силу противника, который пытается перебросить свои резервы под Суджу. Семен Пегов сообщает, что российские артиллеристы наносят удар по подходящим к районному центру украинским силам. Сообщается, что российские силы остановили продвижение ВСУ в Курской области. Как отмечают военные эксперты, Украина, вероятно, надеялась отвлечь российские силы от линии фронта на Украине, чтобы дать необходимый отдых утомленными боями украинским войскам. Однако до сих пор ВСРФ не прекращают наступление на передовую. Только за последние дни армия России предприняла несколько атак вблизи Часовьяра, Торецка и Покровска. Более того, сообщается, что в Курской области армия России освободила Мартыновку нейтрализованную колонну 82-й бригады ВСУ. Подкрепление армии России постепенно стабилизирует фронт, стараясь вытеснить ВСУ с занятых позиций. Идут тяжелые бои, успехи есть, ситуация тяжелая, но решаемая. Мобильные группы ВСУ перемещаются с места на место, продолжая создавать впечатление тотального присутствия. Из-за этого суета существенно осложняет боевую работу ВСРФ. В районе самой Суджи в ближайшей перспективе развернутся бои за контроль над объездной дорогой. После этого армии России предстоит разбираться к ВСУ, которые создают эффект контроля над западной частью города. В восточной части города держатся ополченцы из местных и пришедшие на подмогу АИД. Западнее между Суджи и Мартыновкой ВСУ стали в районе хутора Южный из села Казачья Локня. С другой стороны, зоны прорыва у Коренева ВСУ несколько раз пытались провести атаки при поддержке бронетехники, но были отброшены ВСРФ на исходные. Идут бои в районе села Снагость в том же районе, а в Льговском районе, что рядом с Уджанским, боевые действия не ведутся. На других участках фронта. Южно-Донецком участке армия России потихоньку двигается на север и северо-восток от урожайного к селам Макаровка и Времевка. ВСУ предпринимают попытки контратаковать, но неудачно. Из благодатного украинская армия направила резервы для сдерживания наступающих частей ВСРФ. На Донецком фронте в Красногоровке армии России пока не удается дожать гарнизон ВСУ и полностью занять город. При этом есть хорошие новости из Невельского, центр которого заняли ВСРФ. Там поднят флаг России. Ударами российских дронов разрушен укрепрайон дзотами и пулеметными точками. Идут рутинные удары по местам скопления сил ВСУ. В Константиновке продолжаются тяжелые бои на окраинах. К сожалению, пока без позитивной динамики. На Авдеевском участке российская армия завершает зачистку Ивановки и продвигаются к соседней Гродовке. Там бои идут на юго-восточных подступах. Есть успехи и в полях к югу от Воздвиженки и северо-восточнее Сергеевки. На Торецком направлении ВСРФ продвигаются к западу от Новгородского, Нью-Йорк. Продолжаются бои в центре, где российские силы расширили зону контроля еще примерно на 400 метров. Юго-западнее ВСРФ двигаются к Пантелеймоновке. Есть успехи и в дружбе. На Артемовском участке в целом без изменений идут вязкие тяжелые бои в микрорайоне Октябрьский в часа в Яре, пока предпосылы к кардинальному изменению не просматриваются. На Северском направлении тоже позиционные бои у переездного армии России удалось нейтрализовать САУ противника. На Харьковском фронте напряженно. Тяжелые позиционные бои идут в районе Волчанска, Старицы и Глубокого. Волчанские российские силы понемногу улучшают тактическое положение. Но о переломе ситуации речь не идет. ВСУ применяют повсеместно дроны. На Херсонском направлении ВСРФ уничтожили очередной пункт дислокации противника. Идет текущая боевая работа. Плюс продолжаются бои на островах. На Запорожском участке ВСУ в очередной раз обстреляли Нергодар. Город был частично обесточен. Запорожская АЭС не пострадала. В остальном новостей нет. Немецкий Билд пишет, что украинская военщина недовольна операцией в Курской области. И возмущаются, как может быть такое, что в Курской области ВСУ проводят большое наступление. А в Донецкой области у них при этом огромные проблемы. И там в ВСУ нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди. А США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. Из имеющихся в наличии запасов армии США будут переданы боеприпасы для РСЗО «Хаймарс», ПЗРК, артиллерийские снаряды, санитарные машины, неназванное оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры. И еще дополнение по Курской области. В КС России продолжают наносить массированные удары по скоплениям сил противника. Позиция в приграничье и тылам ВСУ в Сумской области. В приграничный район Курской области прибыли танковые подразделения вооруженных сил России для нейтрализации мобильных бронегрупп ВСУ. Курской области у противника успеха уже гораздо меньше, вернее почти нет, сообщает политолог Юрий Подоляко. Во-первых, потому что именно это направление наше командование, ввиду находящиеся именно здесь Курской АЭС, считает наиболее важным. А потому именно здесь первоочередно происходило насыщение нашей линии обороны силами и средствами. Во-вторых, ударная группа на данном участке за пять дней боев понесла значимый урон и нуждается в перегруппировке, что постепенно и производится. Тем не менее, именно у противника здесь пока инициатива. Судя по вчерашним его действиям, на сейчас есть две важные задачи, которые он пытается решать. Во-первых, занять Коренева, важнейший населенный пункт, без взятия которого невозможно обеспечить устойчивость занятого ранее Плацдарма. Всегда будет угроза удара с нашей стороны. А во-вторых, если есть план удара на Рыльск, без встречного удара со стороны Коренева будет трудно рассчитывать на успех. Именно поэтому и вчера и сегодня с утра противник пытается зайти как, собственно, в Коренева, так и в населенные пункты, расположенные рядом – Ольговка и Кремя Ноя. Пока безуспешно, хотя обстановка для нас здесь продолжает оставаться тяжелой. Вторым участком, где и вчера и сегодня противник пытается наступать, являются территории севернее Суджи. Очевидно, что вместе с попыткой охвата Суджи с юга, где он вчера взял под свой контроль Махновку, он, чтобы не ввязываться в дорогостоящие городские бои, пытается отрезать город из севера, вынудив тем самым, как это бывало раньше, наши части бросить район и центр, избегая окружения. Для этого вчера и сегодня он пытается прорваться в районе населенного пункта Черкасского Поречья и Русского Поречья, а также пытается вернуть контроль над Мартыновкой. В случае успеха блокада с этой стороны Суджи станет не только более плотной, но и создаст предпосылки для полного окружения города. При этом на Льговском участке, видимо, не имея достаточных сил наступать везде, пока оперативная пауза. Также и, видимо, по той же причине, пока нет серьезных боев в Глушковском районе области. Передает политолог. Украина продолжает накапливать силы в районе Глухого, что потенциально может говорить о попытке ВСУ перейти границу еще и ближе к Рыльску. Согласно официальному сообщению Газпрома, Россия в лице Газпрома продолжает подавать газ для транзита через станцию Суджа по состоянию на 10 августа 39,6 миллионов кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня. Это значит, что Газпром продолжает платить за транзит газа Украине, захватившей ГИС Суджа, по утверждению The Washington Post со ссылкой на неназванного советника. Об этом передает Олег Царев. И хотя других данных о захвате самой станции, находящейся возле границы, нет, на наших картах территория вокруг нее радиусом от 6 до 16 километров находится под украинским контролем. Командование ВСУ долго готовилось к вторжению в Курскую область, однако результат этой операции может оказаться катастрофическим для украинской стороны. Об этом сообщает Financial Times. Если украинские войска будут отброшены с российской территории без значительных успехов и при этом понесут большие потери, высшее военное руководство Украины рискует оказаться в проигрыше, что будет воспринято как провал крупной авантюры, подчеркнул эксперт издания. Курская операция не остановила продвижение российской армии на Покровском направлении Торецке и Часовяре. Киев начал терять резервы и технику в Курской области. Теперь Сырский вынужден туда перебрасывать военных, технику и тратить быка. В условиях кризиса в приграничных районах Курской области жители всей страны объединились, чтобы оказать помощь пострадавшим. Дополняет военкор Котинок. Многие семьи были вынуждены покинуть свои дома, оставив практически все свои вещи. В ответ на это депутаты, общественные организации, предприятия и простые граждане активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи. Из разных уголков России в Курскую область поступают партии гуманитарной помощи, включая продукты питания, питьевую воду, медикаменты, электрогенераторы, автомобили и другие необходимые вещи. В частности, Народный фронт открыл центр для распределения помощи, а жители Ставрополя собрали более 15 тонн гуманитарных грузов. Единороссы отправили семь машин с необходимыми товарами, а ПСБ предоставил восемь бронированных автомобилей с водителями для доставки грузов и эвакуации населения. Соседние регионы также оказывают значительную поддержку, предоставляя гуманитарные грузы и помощь в размещении беженцев. В условиях, когда кризис еще далек от разрешения, любая помощь крайне важна. Солидарность и взаимопомощь жителей России – залог преодоления трудностей и восстановления нормальной жизни в пострадавших районах. Александр Лукашенко сообщил, что около 10 целей дронов нарушили воздушное пространство Белоруссии. Они были сбиты белорусскими и российскими силами ПВО, у нас в районе Ярославля. По словам Лукашенко, нарушение воздушного пространства Белоруссии – показатель готовности Украины к эскалации. Лукашенко поручил усилить группу войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Рано Лукашенко все силы с границы отвел. Стояли бы они там, и у ВСУ меньше сил на Курск было бы, сообщает Олег Царев. МИД Белоруссии о запуске беспилотников из Украины дополняет. В случае расширения конфликта пожара хватит весь регион, включая страны ЕС. В МИД подчеркнули, что такие шаги предпринимаются украинским руководством при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков. В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками, МИД Белоруссии незамедлительно доведет подобную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Республика Беларусь. Нами также будут инициированы соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. Разумеется, Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия. Глава Сергиева Посада и руководитель местного МФЦ задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях. За фиктивное трудоустройство попали под стражу глава подмосковного Сергиева Посада Дмитрий Акулов и его возможная подельница. Руководитель муниципального МФЦ Юлия Каминская. Вместе они, как полагают следователи, организовали преступную схему по добыче нетрудовых доходов из воздуха. Он систематически получал взятки от руководства МФЦ, а общая сумма составляла 15 миллионов рублей, сообщили в ГСУ СК. Акулов руководит городом чуть больше года, до этого он был замглавой администрации. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев делился планами превратить Сергиев Посад в русский Ватикан. Поэтому средства в бюджет города, принимающего сотни тысяч туристов и паломников, лавры каждый день выделялись немалые. Ущерб государству оценивается как крупный. Вчера Акулова вызвали на допрос следственный комитет, как свидетеля, но домой он больше не вернулся. Руководительницу МФЦ уже заключили под стражу. Мэру меру пресечения изберет суд. Уверена, что это вершина айсберга. Дополняет Яна Поплавская. Обвиняемый в получении взяток глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов. Заключен под стражу, сообщили в прокуратуре Московской области. Не останавливает ни война, ни горе людей. Разворовывают страну как шакалы. Кто следующий, я думаю, в подмосковных администрациях претендентов особо тщательно искать не нужно. Резюмировала Яна Поплавская. Замначальника генштаба ВСРФ Вадим Шамарин признал, что взял 19 миллионов рублей. Но его адвокат уверяет, что это была не взятка, а что-то другое. По версии следствия, генерал-лейтенант получил взятку от представителей Пермского телефонного завода Телта в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны. Защита Шамарина настаивает, что сумма была меньше и будет добиваться переквалификации уголовной статьи на более мягкую. Ранее Шот писал, что на арестованного замглавы генштаба из недвижимости официально была оформлена только квартира в Подольске примерно за 12 миллионов рублей. При этом жена Шамарина в 2022 году купила Мерсенс Бенц за 13 миллионов рублей. Авто сейчас арестовано. К слову сказать, Виталий Бородин сообщил, что если следственные органы докажут, что Иванов и Булгаков виновны, считают, что у Иванова нужно изымать всю недвижимость в пользу государства, который он приобрел за время службы в Министерстве обороны. Лишить всех званий и наград, а также Булгакова лишить звания Героя России. Эти люди в трудное время для нашей страны нанесли урон нашему государству и опозорили честь мундира. Означает не только личную честь, но и нравственную обязанность оберегать достоинство офицерского звания. Честь рода войск армии и флота, а также честь государства, резюмирует глава ФПБК. Следим за развитием всех событий, друзья, подписывайтесь на наш канал Мира Всем и добра, будьте счастливы и здоровы!